Бифрен, спокий за ясные головы. Насколько быстро Украина может стать полноправным членом НАТО? Уже понятно, что Украина в Европе одна из лучших креативных боеспособных армий. И, соответственно, Украина ведет тот тип войны, который очень важен для понимания, как правильно воевать в таких интенсивных боевых действиях. И, соответственно, Украина чрезвычайно важный и полезный партнер будет для НАТО. Более того, Украина позволит НАТО модернизировать, чтобы оно было более эффективно и более современно с точки зрения ответа на подобные типы экспансий со стороны других государств, более объемных государств. И, наконец, очень важно, мы наконец-то расставили точки над «и». То есть мы окончательно сказали, смотрите, нет больше никакой России для Украины, которая может определять нашу внешнюю политику и что-то запрещать, как это долгое время было. Или мы должны с опаской смотреть на Россию. Дескать, не вызовет ли это какие-то определенные раздражения у московского режима и тому подобное. Мы очень четко обозначили. Президент Зеленский классически показал, классически, подчеркиваю, показал, что нужно принимать вовремя правильные решения. Это важно с точки зрения и психологического состояния, морали общества и, кроме того, важно для определения направления нашего движения. И, соответственно, я считаю, что мы максимально быстро пройдем вот эту дорогу от, скажем так, обозначения ключевой цели «завтра НАТО» до кандидатства и, собственно, до членства в НАТО. Михаил, есть украинская пословица, в Кремле любят пословицы, а нам свои рубиты. И сегодняшний день показывают, несмотря на то, что происходило, я вижу, что вы в оптимистичном настроении сегодня пребываете, несмотря на эти события в Кремле. На самом деле НАТО, ЕС, этот путь для Украины, мы не отступаем от него и видим все процессы, которые происходят. Они приведут в ближайшее время, что мы действительно будем и полноценным членом Европейского Союза, и членом НАТО. Можно? Можно? Да, да, да. Да, Михаил. Перебью. Смотрите, во-первых, мы не то, что не отступаем. Мне кажется, что мы показали, что мы не отступать будем даже в тяжелейших военных условиях, когда общество консолидировано, консенсусно приняло решение, что для нас принципиально не просто, скажем так, добиться какого-то перемирия или там новой линии разграничения, для нас принципиально освободить всю свою территорию, и мы готовы заплатить за это важную цену, важную цену для свободного общества. Это первое. И второе. Смотрите, когда вы говорите о Кремле, я, честно говоря, даже удивлен, что мы об этом серьезно говорим. Почему у меня хорошее настроение? Смотрите, есть военные действия, в которых Кремль показал в течение 7 месяцев крайнюю неэффективность. Он, по сути, проигрывает военные кампании. Вот прямо сейчас происходят фундаментальные события вокруг Лимана на Луганском направлении. То есть Кремль, Кремль. Просто привыкли все на это так смотреть. Да, смотрите, Кремль, этот пресловутый субъект, который угрожал всему миру, вот он получил пощечину военным путем. То есть в рамках военной своей кампании он ее проигрывает. И вместо того, чтобы признать это и предпринимать какие-то военные действия, смотрите, что делает Кремль. Первое. Панически заявляет о срочной мобилизации. Чуть ли не всю страну на уши поставили свою. Ищут резервы, чтобы кинуть живой силы, неподготовленной на поле боя, где они проиграют. Второе. Кремль устраивает вот этот бой с курантами под шампанское у себя в Кремлевском дворце. И таким образом пропагандистки пытаются переломать. Смотрите, вместо того, чтобы на фронте доказать свою состоятельность, они пьют шампанское литрами, чтобы доказать, что они что-то состоятельное делают. И, наконец, третье. Они забегают и говорят, смотрите, нас тут избивают, у нас тут глаза уже вырвали, мы воевать не умеем, поэтому, но у нас есть ядерное оружие. Вот что такое Кремль. Я хочу, чтобы мы основательно, вот основательно перешли в повестку, которую формирует Украина. Для нас не существует повестки Российской Федерации. Это страна-аутсайдер. И все, что она делает, она просто пытается оттянуть времени признания своего проигрыша. И поэтому вы правильно говорите. Мы будем рубиты свое. Вы знаете, важно заметить, что раньше Кремль очень часто пользовался вот таким эффектом неожиданности. Никто не знал. Многоходовочки. Помните, очень раньше так говорили о политике Кремля. Но если говорить о нынешней политике Кремля, слушайте, уже давно и группа Ермака Макфола, и группа Ермака Расмуссона предвидели все, что сделает Путин. Все. Путин и вместе с нынешним государством Российская Федерация, как вы говорите, это государство-аутсайдер, которое, по сути дела, ничего не может уже дать. От нового. Все уже ходы просчитаны и многое другое. Ну, давайте не о Кремле, а конкретно о деятельности Украины и будущем Украины, собственно. Складывается впечатление, что сейчас для Европейского Союза, для Североатлантического Альянса, возможно, я грубо сейчас скажу, но станет честью принять Украину в один день, возможно, и в ЕС, и в Североатлантический Альянс. И более того, как Украине нужны две институции такие, так и ЕС, и НАТО. Нужна сильная демократическая Украина. Хороший вопрос в один день принять. Да, мне очень нравится эта диспозиция. К сожалению, если бы мы могли с вами клонировать господина Зеленского, человека, который способен принимать действительно в течение одного дня ключевые фундаментальные решения, обосновывать их и уже абсолютно жёстко двигаться по их реализации, то, конечно, мы бы с вами получили именно вот этот путь один день до вступления, вернее, от объявления до вступления. Но, тем не менее, мы имеем дело с реальным миром, а в реальном мире всё-таки определённые процедуры, вы же видите, даже на фоне войны, для того, чтобы пройти кандидат в членство ЕС, мы должны выполнять определённое домашнее задание. Мы его практически, как госпожа Стефанишина сказала, выполнили на 80% или на 90%, но не суть. Мы его практически уже в полном объёме выполняем. Но, тем не менее, это процедурные вопросы. Также и с НАТО. Мне кажется, что ещё есть, вот я чуть-чуть отвлекусь от НАТО, я думаю, что эта дорога для нас очень недолгая будет на самом деле. Мы действительно туда быстро вступим. Но я про другое, потому что мы как раз-таки для НАТО очень ценны тем, что у нас есть колоссальный опыт правильного ведения и оборонительной, и контрнаступательной войны современного типа. Это очень важно. Более того, мы практически всё натовское оружие тестировали в крайне интенсивной войне на поле боя. Я отойду чуть-чуть в сторону от, собственно, НАТО и возьму шире западные политические элиты, западные военно-политические элиты. Для них очень тяжело перестроиться в полном объёме в считанные дни, как это сделала Украина с точки зрения оценки того, какой на самом деле есть Россия. Они до сих пор ещё живут в определённых иллюзиях. Остаточные иллюзии. Они уже не столь существенны. Естественно, они не поменяют парадигмальное решение Евросоюза дистанцироваться от России в полном объёме, отказаться от этой, вы помните, доктрины, скажем, такого субъекта политического процесса, как госпожа Меркель, которая, кстати, очень много принесла для того, чтобы принесла неправильных решений, которые привели к сегодняшним событиям. Так вот, они уже от этой доктрины, что не обязательно Россию втянут и так далее, что ценности российские, они не совсем далеки от демократических ценностей, просто нужно как-то это правильно всё там зашлифовать и тому подобное. Вот мне кажется, что возврата уже не будет. То есть Евросоюз прекрасно понимает, что Украина не Россия. Это ключевое. Мы действительно совершенно разные. И по ментальности, и по историческому восприятию, и по роли в истории, и по нашему будущему. Мы абсолютно разные. Дальше, что Россия является абсолютно необязательным партнёром. Это тот партнёр, который всегда нарушает условия, который всегда хочет монополию, который всегда будет тратить теневые деньги на какие-то хаосы, политические протесты, жёлтых жилетов и так далее и тому подобное. То есть Европа всё это осознаёт. Единственное, чего не хватает Европе, к сожалению, это вот этой решительностью, с которой Украина защищает свою территорию. Это принципиальные позиции. Но мы свою дорогу очень быстро пришли. От некоторой растерянности в первые минуты, подчёркиваю, минуты начала полномасштабного вторжения до последующего жёсткого сопротивления с нарастающим успехом. Но для Европы, конечно, эта дорога гораздо длиннее. Она очень рефлексивна. Но тем не менее, Европа, сегодня мы увидим, как она будет реагировать. Я думаю, она будет реагировать крайне позитивно на заявление Украины о том, что мы должны быть членами НАТО. Это обязательное условие. Смотрите, это очень важный аспект. Это тоже, чтобы Европа, немножко, наверное, она не сразу это поймёт, но для Европы крайне важно, чтобы Украина была членом НАТО, потому что это резко, многократно усиливает безопасность самой Европы. Наличие Украины — это фундаментальный, на мой взгляд, краеугольный, теперь усилитель безопасной архитектуры в Европе. Михаил, ещё один очень важный момент. Как мы бы и не говорили о псевдореферендумах Путина, для нас, для украинской власти, для каждого украинца важнее всего это люди, те граждане Украины, которые ныне проживают на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей, части Запорожской и Херсонской и в Крыму. После вот этого фейка Путина, который сегодня он в очередной раздел, фарса, как по-другому называть, имел разговор с жителями временно неподконтрольной территории Луганской области. Люди в страхе. Как советник глава Офиса президента Украины, какой бы месседж вы могли передать жителям неподконтрольных территорий Украины? Что бы вы могли им сейчас сказать, успокоить, возможно, дать надежду? Надежда очень простая. Смотрите, Украина придерживается цивилизационных норм ведения даже войны. Мы своих граждан не дадим в обиду. Мы будем обязательно всех защищать, забирать максимально быстро. Мы хотим, поэтому и нашим партнерам говорим, мы хотим быстрее закончить войну. Не нужно ожидать чего-то, изменения мышления у господина Путина, у его окружения, перевороты внутренние в России. Нет. Все это может быстро закончиться при определенном математическом расчетах. То есть при определенном объеме определенного оружия. Мы, соответственно, конечно, хотим максимально быстро закончить эту войну для того, чтобы российская оккупационная армия не устраивала там такие зверства, как мы увидели в Харьковской области. Мы, естественно, это очень важное понятие, разделяем людей, которым приходили с автоматом и заставляли сказать, что они там голосуют за присоединение какой-то несуществующей в ближайшем будущем стране. Безусловно, мы к этим людям с пониманием относимся. Мы крайне отрицательно и в юридическом, и в физическом смысле, мягко говоря, относимся к людям, которые организовывали вот это хождение автоматчиков по квартирам и по домам. Крайне негативно мы относимся к субъектам, которые точно, в отличие от 2014 года, очень короткий жизненный путь будут иметь до юридической ответственности. Вот таким, как Балицкий, Стремаусов, ну вот эти все, да, там, десяток фамилий, наверное. Ну и плюс люди рангом пониже. Вот они все будут в обязательном порядке находиться на скамье подсудимых в любом случае, потому что это именно те люди, которые обеспечили массовые убийства, в том числе на оккупированных территориях и на неоккупированных территориях. Эти люди будут отвечать за участие в военных преступлениях. Все остальные, естественно, пройдут по пути возврата в страну. Смотрите, очень простой, это же 21 век. Вообще для меня загадка, когда люди, сидя возле границы с Российской Федерацией, бегают по территории другого суверенного государства, я имею в виду, раньше бегали, да, и махали флажком с этим дивным триколором, да. То есть, смотрите, у вас всегда был выбор. Вы могли свободно переехать жить в Российскую Федерацию, если ценности России вам ближе. Вы могли свободно переехать в Европейский Союз, если ценности вам ближе. Нужно просто стараться получить от жизни то, что ты заслуживаешь, и то, что ты видишь как свое родное. Это очень важно. Почему? Потому что когда вы вот этими флажками бегаете и говорите, нет, мы хотим жить в Украине, но не будем соблюдать ее законы, будем ее ненавидеть и будем ждать армию другой страны, это всегда вернется бумерангом именно к этим людям, потому что они есть питательным бульоном, который провоцирует потом массовые убийства. Это очень важные параметры. Поэтому мне кажется, что эта война при всей ее негативизме, да, она позволит Украине окончательно сформировать свой государственный каркас, окончательно влюбить в себя своих граждан, потому что эти граждане будут ценить эту страну, которая умеет так защищаться. И, наконец, третье, она окончательно вычистит все двусмысленности, да, мы Украина, мы не Россия, и это будет очень важно для этих людей. И, таким образом, эта война закончится рано или поздно. Я надеюсь, рано, потому что, опять же, возвращаюсь к своему тезису, что это зависит от объема оружия. Но, тем не менее, она закончится исключительно правильно, и мы получим исключительно консердированную... Не хочется вас отпускать, но несколько вопросов, пожалуйста. Мобилизация. Вот 21 число, буквально тут прошло уже 9 дней. Как вы считаете, цели мобилизации, каковы мы были в начале, и вот прошла-то эта неделя, что показывает мобилизация, каковы ее на самом деле реальные цели? Три цели. Первая – это замаскировать нарастающие негативные отношения в российском обществе, которая не понимала, почему профессиональная армия не могла за три дня взять Киев, а тут уже за семь месяцев не могла. То есть, грубо говоря, переключить внимание общества с негативизацией на шок от самого факта мобилизации. Второе – заткнуть бреши, потому что российской профессиональной армии в сегодняшний день нету, да, то есть везде дефициты в частях, дефициты 80-70% кадрового состава. И, соответственно, заткнуть живой силой, никто их там обучать не будет, просто их отправят на переднюю линию, ну или в зону ведения боевых действий, чтобы они там находились. И третье – это способ пропагандистского давления на западное общественное мнение со стороны господина Путина. Он говорит, смотрите, мы тут имеем, как он сказал, мобилизационный резерв 25-30 миллионов, да, то есть он как бы пугает Запад, он идет по крайне примитивному, предсказуемому пути. И опять же, это тоже загадка, почему на это кто-то реагирует, почему обращают внимание на эти достаточно нелепые поведенческие реакции господина Путина и его окружения. Огромное благодарность за участие в нашем эфире, так и хочется сказать Кремлю. Ну что, нравится, не нравится? Украина двигается вперед. Благодарим. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, был с нами.